добрый день уважаемые слушатели канала сам гейтс мы сегодня поговорим про февраль февраль второй месяц года и он заканчивает диму название февраль имеет несколько версий происхождения самое распространенное мнение это производное от латинского слова которое означает праздник очищения в это время проводили обряд искупление грехов и по второй версии название получено получено в честь бога подземного царства февруса другие названия февраля в народе это лютин бокогрей юговей это месяц крепких морозов и метелей февраля зима с весной встречается впервой говорят народе и три зимних месяца и два из них мужской энергетикой декабрь и январь мы это видим январь проживаем нас еще 10 дней с вами января и январь отчетливо несет мужскую энергетику так вот следующий за ним февраль и он как бы открывает как бы передает весне матушке весне плодородной весне эту эстафетную палочку февраль мягкая энергия и энергия февраля напоминает нам что в конечном счете мы сами ответственны за свою судьбу энергия этого февраля этого года такова что мы видим что жизнь она не перестает вертеться крутиться она без конца движется это приносит нам новые возможности это показывает нам конец и начало это складываются так таким образом обстоятельства что они не стоят на месте меняются и это движение бесконечное движение как завершение одного цикла начало другого цикла его можно изобразить виде либо вращающегося колеса и внутри на спице прикреплены предметы разные быта или архетипы людей до темы так или иначе взаимодействия и это некое колесо жизни находится в этом вот движение служит нам постоянным напоминанием о том что все происходит ничего не стоит на месте все очень ускоряется все очень движется у этого движения бесконечного есть своя скорость какую скорость выберем мы в этом феврале это решать только нам но важно всем понять что нет смысла привязываться к чему-то конкретному потому что все это нервно мы все подчиняемся законам природы на этом колесе если посмотреть это вот если соотнести с картой десятого органа колесо фортуны то там видно что четыре сезона изображены и четыре точки солнцестояния четыре наших стояния до стихии разные поэтому так называемая точка а и точка б этот жизненный путь этот цикл от рождения до смерти до это смерть зимы и рождение весны как реперная точка следующего времени года и вот кармическая энергия февраля в этом году она кармично накладывается на кармическую энергию года этого года до 8 и поэтому давайте посмотрим какие дни месяца требуют повышенного внимания я выделила 4 февраля ну не могу сказать что это такой день прям очень сложный да но тем не менее энергия энергия разрушения некая она есть но эту энергию любую энергию всегда можно вывести плюс да вот почему мы говорим об этом потому что то что всегда у медали есть две стороны то что можно использовать и перевернуть ресурс это как раз так организация это та палочка выручалочка которая нам поможет прожить этот день и этот месяц для нас в самом ресурсном виде и здесь энергия разрушения стоит такой позиции что если человек понимает но это общее да всех погода так называемая поэтому дню поэтому если человек понимает что можно этот ресурс использовать например делать генеральную уборку отремонтировать что-то что давно хотели просто шкаф перебрать и так далее то очень хорошо будет и это как раз воскресенье у многих выходной можно этим заняться а дальше я бы отметила 6 февраля такая же энергия но она уже стоит в другом так сказать контексте и это не все на не все дня то есть если там так сказать надвое люди могут воспользоваться плюсом могут минусом воспользоваться то в положении миссии дня это говорит о том что энергия этого дня она призвана к тому чтобы какие-то иллюзии разрушить разрушить какие-то старые ненужные связи а все что уже отжило все что уже не жизнеспособно это все необходимо перебрать пересобрать и перезапустить я бы обратила внимание на 8 февраля да вот здесь вот несколько посложнее здесь собирается в одном дне 4 карнических энергии внутри карнического месяца внутри карнического года причем повторяются энергии года и энергии месяца февраля дважды в этот день и это повод задуматься повод период переложить какие-то поездки намеченные особенно дальние если есть возможность выбора билетов на транспорт или куда-то на автобус или кто куда едет да то лучше это сделать в другой день и дальше 11 февраля вот если посмотреть график до по степени сложности то 11 февраля я бы поставила даже на из перечисленных дней на самое первое место потому что здесь конкретно идет речь о том что какие-то изменения касаемое здоровья физического тела и сохранности физического тела они встанут на повестку дня что-то тайное может появиться или проявиться как вирус как заболевание какое-то поэтому если у кого-то есть какое-то недомогание на начало февраля вы уже можете обратить на это внимание и начать принимать профилактические препараты для того чтобы иммунитет поддержать и вот с 11 идет 12 13 14 здесь все дни я отметила как сложные сложные с разной тематикой но так или иначе нужно вот 14 похуже дачим 12 13 здесь надо 14 надо проявлять уверенность во всем то есть захочется возможно или вернуть горы и или вообще пойти города что категорически нельзя или вообще за диван да и с этой книжкой пролежать сутки двое но наверное лучше пролежать вообще-то говоря чем горы поэтому тоже аккуратно также 18 февраля февраля как здесь его средний сказала да напряженный день по дальше 21 21 и 22 до 21 22 и 26 26 февраля тоже здесь обратите внимание 26 важно сделать правильный выбор а тем чтобы не разрушить отношения с какими-то значимыми людьми это могут быть административные сотрудники это руководители это госорганы госучреждения и так далее ну а сейчас я бы хотела озвучить по уроке так называемые уроки февраля для каждого месяца рождения что предстоит феврале пройти какие вызовы судьба или возможности будет давать для того чтобы прожить февраль в контексте в струне что называется месяц то что от нас ждут так вот для людей рожденных январе энергия вообще весь месяц до обещают быть таким увлекательным энергия легкая и возможно вас поманит природа чтобы дать подпитку в душе духу если говорить об обычной жизни то вас ожидает ветер новых идей творческих импульсов то что вы носили в себе долго может быть вообще очень долго здесь может наконец-то найти выход и порой то на что вы махнули рукой может снова жить и бурно развиваться научать то есть все что вы давно планировали и вы за это возьметесь оно просто суждено помещаться успехом поэтому пусть вами руководит интуиция в этом выборе правильного направления вообще время красоты эстетики а дальше для рожденных февраля энергия когда за любое дело то что вы планировали раньше или новое что-то придется взяться очень основательно какое бы дело не предстояло вам сколько бы долго вы его не откладывали действовать пора и выполнены для этого энергии сил судьба вам благосклонна февраль для февральских людей кто родился в феврале это месяц рождения поэтому всех поздравляю февральских и могу сказать что вы справитесь любым делом вы сможете у вас есть ресурс главное все выстроить все продумать до мелочей везде увидеть посмотреть тайные смыслы все где можно посидеть столомки и собственно возможности исправить какие-то ошибки недоделки у вас будут поэтому вы наведете порядок и в делах и в квартире и в каких-то счетах своих неоплаченных и задержавшихся все здесь получится то есть время структурировать организовать и планировать любые сделки все сюда для людей рожденных в марте для вас февраль будет как время открытия богу и космосу ваша задача довериться вы многого достигли и теперь у вас есть возможность познать начать какое-то обучение и обучение действительно имеющие для вас смысл поэтому не держитесь за старые правила ритуалы не слушайте людей которые уволят с истинного вашего пути да красиво оговорящие сладкоречивые мы говорим вот эти лжегору слушайте внутренний голос ищите смысл внутри сердца все самое сокрытое все самое ценное да то что с первого взгляда не видно вот на это обращайте внимание если вас увлекают конфликт постарайтесь занять такую позицию чтобы спустя время вы могли вспоминать обо всем что было ну со спокойной совестью то есть это время такой великой мудрости дальше для людей рожденных в апреле энергия когда важно прислушаться к своему сердцу принять такое решение по поводу либо определенного человека либо какого-то дела или плана либо просто выбора между трех дорог или же камень и платырь да и если вы до этого времени сомневались раздумывали займите свой ум этими планами как все-таки сделать так чтобы ваш задуманный проект реализовался ну и конечно очень хорошо в это время съездить отдохнуть если какие-то внутренние противоречия противоположности да у вас в душе всплывают какие-то триггеры определенные да например то здесь важно услышать свою душу посидеть медитации и действовать действовать через любовь через сердце через сердечную чакру да потому что эта энергия она вообще про большую любовь даже для одиноких людей ожидающие может быть вас на ближайшей остановке поезда на аэровокзале так где угодно в обществе потому что это время любви и партнерства дальше для людей рожденных в мае энергия вообще старт любых дел да то есть ставить цели двигайтесь ждать здесь ничего не надо есть цель осталось только мне поверить проверить все ли у вас с собой чтобы этот нужный путь проделать ну мало ли вдруг чего-то у вас не хватит если же вы не планировали каких-то новых дел начинаний то значит это время может стать для вас сигналом призыв к новому какому-то делу совершенно новому и какое-то дело будет пока трудно сказать да но так или иначе оно может стать началом новых этапов жизни то есть девиз майских цель движения вперед дальше для людей рожденных в июне здесь от вас потребуется такая трезвость мысли если вы переживаете внутри что-то социальное там конфликт или не можете принять важное решение постарайтесь сохранить порядочность учесть все отдаленные последствия действий все-таки для людей рожденных в июне энергия соотнесется с энергией года то есть энергия года и энергия месяца совпадают а если там еще соединяется это будет несколько дней для вас энергия дня тогда это прям знаете такой тройной аккорд когда на вас прям обстоятельства социума в первую очередь будут накладывать такую ответственность высокую поэтому всегда нужно понимать с последствием каких действий вы столкнетесь а также совершенных действий прежде да поэтому смотрите действуйте все что приходит все ваше и самое главное это месяц честности поэтому действуйте так чтобы как говорится не было мучительно больно и дальше мы идем по порядку месяц июль да для рожденных в июле время которое принадлежит только вам займитесь собой да можно вообще абстрагироваться от суеты внешнего мира и здесь можно выполнить какое-то дело заняться глубоко обстоятельно не торопясь не отвлекаясь если нужно принять какое-то важное решение то дайте ему созреть хорошенько пока оно не станет для вас очевидным естественным может быть вы найдете себя медитации или длительной прогулки или просто совершение водоема в принципе это тоже медитация любая зрительная или там закрытыми глазками у нас вот и идет да вот то есть так или иначе это не соединение для того чтобы расставить все точки над и и осветить себе же в первую очередь свой дальнейший путь далее для людей рожденных в августе ну тоже получается накладка три кармических энергии ну надо сказать что одна из них запрессованной кармы то есть она априори такая легкая более-менее да денежная энергия и надо понять что бывает время когда мы должны принять да любые обстоятельства и если мы понимаем что события надвигаются они прям идут на нас да то надо дать им произойти мы понимаем что у каждого события есть свой смысл даже если он от нас порой может быть скрыт так что вполне возможно что любое вот событие на первый взгляд показавшиеся ну таким неординарным для нас в конце концов обернется так что мы прям зааплодируем скажем это месяц успеха и можно в это время обрести хорошую сумму денег или заключить договор но важно относиться к этому так легко с одной стороны потому что сильная заинтересованность прям зацикленность на материальном может нам дать что-то да быстро но также может с этого оборота с этого цикла нас уже как бы отбросить как бы он будет спускаться представляем себе колесо обзора да подъем спуск и это бесконечно повторяющиеся обороты поэтому здесь тоже надо смотреть дальше для людей рожденных в сентябре вот необычное время для сентябра будет потому что обычно это энергия такая тоже медленная да в сентябрь вписывается энергия наоборот такая динамичная да ваш обычный сентябрь вашу обычную медитативность вписывается энергии харизматичная спортивная когда вы полны сил энергии ваша душа требует действий и не удивляйтесь что если кто-то вас увлечет страстно или вы кем-то увлечетесь это время максимальной производительности главное дайте своим ощущениям полную свободу можете использовать время для того чтобы сделать значительную часть какой-то работы силы будут силы будет много и важно показать свою заинтересованность и у вас сил хватит на любые препятствия на преодоление на то чтобы заручиться поддержкой помощью других если надо то собственно за себя постоять вы тоже сможете время здоровья дальше для людей рожденных в октябре время когда месяц преподаст урок терпения либо что-то тянется долго или затягивается может либо задержка в каком-то деле от которого вы никак не ожидали что это затянется но не пытайтесь ускорить события особенно силы поэтому надо просто пересмотреть свое отношение к происходящему сдвинуть на все в новом свете если это не поможет значит придется принести какую-то жертву ну жертвы это в кавычках естественно да в единическом мире говорится это упая да или гармонизацию привести чтобы дело сдвинулось с этой нулевой точки и пошло в гору все в наших силах если мы прикладываем к этому свои усилия время служения дальше для людей рожденных в ноябре надо понимать что когда то что-то заканчивается когда то что-то оно начинается собственно говоря про фибраль уже говорила да поэтому если что-то пройдет или уйдет значит на это место уже готовится прийти что-то новое новый проект новые знакомства возможно вы будете рады что то что вас пиготило уже уже вот так чудесным образом завершилось кому-то может быть жаль не будет расставаться с чем-то да давно привычный на работу выходить из сона комфорта но так или иначе важно уметь прощаться с прошлым не пытайтесь его сохранить за него как-то зацепиться удержаться просто отпустите от себя и испытайте вот это чувство облегчения поэтому говорится что этот месяц перемен и иногда нужно резко уменьшить да вот там захотели наконец перейти на новую работу такие кардинальные примеры изменить внешний вид изменить прическу цвет волос например для женщин то есть это тема здоровья в том числе да пройти какой-то курс тоже для поддержания иммунитета на весну все сюда хорошо ну и для людей рожденных в декабре это волшебный месяц когда ваши легкой руки могут произойти удивительные открытия находки чудеса творчества может быть вам удастся свести нужных людей решить сложную задачу или составить какую-то необыкновенную рецептуру угостить своих гостей своих родных может быть время когда да вы давно собирались объясниться в любви и у вас это получится вы можете написать какие-то поэтические строки или кто-то музыканты песню сочинить то есть все творчество все сюда да или картину нарисовать какую-то прекрасную ну те кто занимаются копнями можно здесь знаете вот сделать энергетическую картину да что это такое это взять любую прекрасную картину особенно если нумеровые смотрят посчитать для человека если подарок сделать например те энергии которые на этот год наиболее важны эту картину приобрести например просто полотно да и немножечко доработать его да вот или в уголочки да или внутри как фрагменты какие-то прикрепить клеем каким-то образом продумать дизайнерские и поместить туда те камни фрагменты маленькие побольше да галтовочку какую-то зарядить эти камни и поднести вот эту картину уже то есть она у вас станет энергетической с любой точки зрения и с точки зрения того что там будет натуральный камень который для человека и с точки зрения того что этот камень вы если вы владеете энергией вы еще и зарядите его и сама по себе само по себе полотно да вот для них для людей рожденных в это время прямо идеально поэтому говорится что это месяц баланса это гармония и этот баланс можно во всем соблюдать да то есть не нужно если говорить о диетах то и не обидаться и не голодать не нужно лениться но не нужно пахать прям как прям очень сильно да то есть гармония это ключ этого времени этого месяца вот как я сказала все творчество театры и кино концерт сюда идеально подойдут вообще гармония да это первую очередь умение успокоить свой ум и самый лучший способ для этого конечно медитация с февраля будет такая возможность присоединиться в компанию участника клуба волшебство нового года чтобы попасть туда нужно написать администратору центра сангейтс вы не побоюсь этого слова поприкоситесь со своим космосом потому что энергия настройка инициация на систему так и называется сила космоса сила дракона и вас ждут не только медитации это инициация в первую очередь это проработки глубины по работе с подсознанием с ограничивающими убеждениями с одними страхами с претензиями с неуверенностью знаете есть самоценность да а есть не самоценность поэтому всех приглашаю и в следующем видео я запишу как посчитать прогностику своего личного года первой и второй его половины до встречи и в следующем видео я вам покажу